я приветствую вас дорогие друзья вы на канале 2 angel planet и сегодня у нас расклад какой ожидает будущее в отношениях у нас сегодня три колоды первая колода это у нас раку полнолуние выбирайте расклад интуитивный будущее в отношениях то он такой нативный интуитивный до проиграется не у всех или не на сто процентов потому что у каждого свои тараканы надо рассматривать индивидуально вторая колода у нас мы будем смотреть сегодня на ленорман и 3 колода будем смотреть на втором анара и так выбрали сосредоточились подумали об этом подумали о мужчине подумали о себе подумали о будущем подумали что хотим да и смотрим и смотрим и так что у нас с первой колодой будущего отношения оракул полной луны давайте сейчас посмотрим так как все у нас все загадали на чем строится отношения до непременно надо посмотреть на чем же строится отношении отношение то строится на ловушке отношения строится на том что один другого принуждает один другого сеть поймал да и вообще это ловушка отношений что отношения сейчас могут быть в той фазе что и уйти нельзя и вроде как и расстаться тоже в общем то сейчас такая ловушка небольшая да это относительная относительный взгляд со стороны относительная позиция такая значит уже есть какие-то такие сторонние мысли о том что не все гладко да когда один другого держит ну тут вот я бы сказала как паук да он держит один партнер другого может прямо на сильно удерживать один другому нужен это сильные привязки карта еще может показывать на привязки и на отсутствие возможности куда-то собственно уйти поэтому здесь вынужденность на ситуация в вынужденных отношениях какие же ваши ощущения в этом союзе мы смотрим на сегодняшний день на настоящее время том что построено сейчас потому что раньше то по другому было и на те ощущения которые сейчас происходят давайте смотрим ваши ощущения ощущение это по справедливости идут ощущение происходит у вас правильные в принципе все хорошо все взаимно у всех все логично единственное что любви друг друга перестали доевать не видите что делаете и не знаете что делаете но пытаетесь найти баланс в принципе по ощущениям когда выходит карта справедливости да она же еще такая карта безоговорочного суда такого слепого справедливого в том плане что я эмоционально никому не привязана и сужу вот как вижу здесь в принципе каждый из вас не предвзято друг другу относится но и любви то не дает чаша весов говорит о том что нету чувств эмоций в принципе ваше ощущение ну может быть да они в застой находятся ваше ощущение в этом союзе но это на сегодняшний день мы смотрим ощущение партнера в этом союзе тоже на сегодняшний день так партнер то считает что он привязан прикован его таки приковали привязали но в принципе карта судьбы она еще и говорит о том что это кармические отношения кармическая судьба кармическая завязка идет человек привязан опять же рядом сетью тут как раз таки мужчина до считает что ему деваться некуда женщина может быть любви не додает не додала недолюбила скажем так но к судьбе он привязан есть обязательства судьба карта такая обязательная вот тут вот вороны растягивают мужчину в разные стороны тянут те привязки те обязательства которые он должен выполнить и все его ранит и не все и дом удобно и не все комфортно ну вот такова судьба не все кого комфортно отношениях тут просто надо работать над отношениями карты судьбы всегда говорит что работаете над отношениями потому что мы даже долго живем до в браке и уже таких чувств нету есть справедливость есть вынужденность есть судьба и тем не менее это не значит что все прям к плохому проведет это может говорить о том что все таки отношениями надо работать надо выходить на новый уровень любви у любви есть там шесть или семь ступеней какой уровень любви сейчас у вас хороший вопрос вот пока не вышли на новый уровень суть по раскладу давайте посмотрим что же произойдет дальше да что произойдет дальше один другим будет манипулировать один партнер другим манипулировать будет что еще влияет на ваше отношение до что будет дальше происходить так как вот тут скажем так звездочки то манипулирует куклой есть такой момент что здесь астральное влияние астрология она влияет на отношении вообще в принципе на то что происходит ну тут вот звездочки это астральное влияние астральное влияние манипулирует людьми люди манипулируют друг другом в принципе тут все логично тут вышла судьба сеть да все завязаны над этим она в этом и выбраться не могут да тут еще и судьба и карма и справедливость все говорит о том что очень много работы в отношениях должно быть произведенного должна быть трансформация в отношениях и давайте посмотрим как вы себя будете чувствовать в отношениях ох нет много хлопот много дел с одной стороны и мудрости много с другой стороны много что надо делать да и неприятно когда все валится на вас и филин это ночам не спят с утра до ночи с утра до ночи нам все делать это ночная работа ночная какая-то рутина хлопоты да еще и по этой карте женщине когда секса не хочется да в основном хочется мужчине филин такой принуждает до какому-то сексу который ну вот говорит о том что на там белье развесить они сексом заниматься филин он такой темный да не это нежелание сближение идет в этом плане как партнер до или партнер чтобы чувствовать себя в этих отношениях смотрят что запрашивают непонятно вообще на самом деле тут вот как раз таки идет сексуальная энергия и один из партнеров закрывает до облака они так твистники тучи дождя закрывает ясное будущее и ясную луну пытается закрыть в принципе филин пытается в этих облаках летать и понять что же надо что же происходит человек закрывается сам не видит будущего не видит скажем так светлого будущего пока что и рядом с филином много рутины да и светлого будущего то из-за рутины не видно давайте посмотрим итог для вас какой будет итог для вас свечи надо дома ставить и жечь и молиться за отношения потому что можете перегореть огонь он но все же сжигающий да все сжигает можете перегореть в этих отношениях чтобы не перегореть жгите свечи это тонкое трансцендентальное обладание там сущность которая отжигает негативные эмоции негатив доме или вы отгорите или надо что-то отжечь особенно негативные привязки негативные привязки вот там по судьбе которые у нас идут вот их надо отжигать чтобы карма легче было вот эти вот тоже привязочки надо отжигать в принципе тут закономерно все ставим дома свечи молимся у меня есть свечи специальные ритуальные на отношения кому надо пишите в личку чтобы отжигать вот этот весь негатив и все привязки судьбы ну кармические привязки корму можно облегчить себе вот тут перегорение идет можно перегореть от этих отношениях итог итог для партнера или для партнерши эта мудрость вот тут она идет с филином это идет мудрость так как идут мудрые решения идут и открытие дорог будут открыты новые возможности и в жизни ваших отношениях то есть облака развеется вот эти вот негатив он сгорит и будут новые возможности в этих отношениях в принципе это и благополучие и хорошее будущее и новое начало и новая жизнь вот даже она пока в семье да так сказать новое и что же у нас тогда вообще по будущем в отношениях вот тут две воздушные спирали закрутились это гармония идет с одной стороны она гармония с другой стороны карт советует стремительно решать какие-то вопросы чтобы не затягивать потому что ветер может раздуть огонь воздух вот это вот ветер и вот это вот спираль воздушная она начинает разгонять все что надо раздувать старое пламя может раздуть в плане чувств может и когда человек перегорает до раздуть обиды поэтому тут в равновесии идет чтобы увидеть какое-то будущее в отношениях вот тут два потока воздушных у нас соединяются два потока это два человека должны друг друга понимать двигаться по спирали смотреть друг на друга но сами понимаете да спирали каждый двигается в свою сторону все это должно происходить в гармонии оба человека должны идти друг другу навстречу в принципе расклад хороший в этом плане в принципе тут все закономерно да здесь хорошее будущее в отношениях с учетом всех советов которые вы примете все будет хорошо и благополучно переходим к следующей колоде и так следующая колода у нас это колода ленорман смотрим что у нас тут в будущем в отношениях сосредоточились подумали и смотрим на чем же у нас построены отношения тут они практически ни на чем не построены анубис управляет загробным миром не миром живых ушли отношения ушли эмоции ушла жизнь из семьи из пары каким бы вы не жили браком гражданским или официальным или же просто отношения вот тут уже построены на прошлом на давнем уже на умершем тут вот на могилах не строится города на них что-либо трудно построить давайте посмотрим ваши ощущения в этом союзе ищите ищите новые пути ищите куда двигаться в принципе ваше ощущение вы не заблудились вы-то знаете куда идете компас всегда путнику дается в руки человек который всегда идет и ищет что себя что отношения что где заработать не устаканился человек да и и на прошлом не хочется ставить отношения совет такой да искать себя искать свой путь не сдаваться пусть будет новый виток событий новое развитие давайте посмотрим ощущение партнера в этом союзе по второй колоде у нас пока расклад неблагоприятно вкладывается потому что здесь идет двуличие лицемерия обман тут один солнце другой луна все это на разговорах разговоры неприятные тут через лицемерие идет ругань друг с другом тут вот рот такой до открытый через рот через через один позитивно настроена лицемерие другой негативно но не выказывает это ощущение это партнер не очень хорошие один то понимает что лицемерие ты поэтому тут стоит компас да и на гробах ничего не строится ну без он только на тот свет отправляет в этом свете он не живет он может дать успокоение я пока не дает то что я вижу давай пока тут неразрешенный конфликт идет давайте посмотрим что произойдет дальше дальше карт советует если хотите сохранить отношения прибегнуть к романтике искать новые точки соприкосновения через ощущение через романтическую приязнь если я девушка да сейчас загадывает квирент к то для девушки это новый мужчина придет жизнь если хотите отношения то строите романтические отношения с этим мужчиной тут прямо мужчина выпадает мужчина благожелательно настроенный в принципе он тут так как идет под компасом ищет себя всегда кто-то что-то ищет кто-то теряет кто-то находит как будете чувствовать себя в этих отношениях давайте посмотрим тут и неуверенно будет себя чувствовать все прошлое возвращается луна то растет то убывает тут все по кругу происходит он она всегда обманчиво у нее все-таки вместе неровный цикл до растущего на и приливов и отливов то будете притягивать друг друга то отталкивать не будете себя уверенно чувствовать в этих отношениях потому что прошлое возвращается так или иначе она не решена по крайней мере вы сейчас не знаете как решить и не будете решать да и решать будете скорее всего через обман очень много иллюзий в отношениях строите даже на будущее даже на то что будет романтика старых проблем это не избежать от чего уйдете к тому и вернетесь к старым проблемам опять вернетесь что-то вроде но это же уже было мы уже говорили об этом да почему ты опять себя так ведешь но не может ничего человек собой сделать а другой партнер или партнерша верят что человек справится тут вопрос такое хочет ли партнер собственно ради другого меняться может ли мужчина измениться ради женщины потому что тут семейные жизни до идет о все-таки будущем в отношениях о том что что хочется женщине женщине хочется там семью а не получается да что-то вот мужчина нету доверия к мужчине смотрим как партнер будет чувствовать себя смотрим партнер себя будет чувствовать комфортно ему будет хорошо и дома ему будет хорошо там где он есть это такой домашний уютный бытовой в принципе если мужчина прям готов строить отношения до дом мужчина строит для своего комфорта но здесь человек уйдет или мужчина до или женщина уйдет просто вот в свой дом вот дом тут иногда даже вот чей дом где стабильно где нету этого обмана давайте посмотрим что итог 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 дым должно пройти каждый дома отсидеться покукует посидит время то идет очень такие замороченные часы у каждого свое время у каждого свое ощущение времени у каждого свои часики свой циферблат у каждого своя жизнь вот как раз домик один домик 2 каждый в своем доме сидит и кукует и залечивает раны итог для партнера очень наивные инфантильно все в итоге для партнера в радужном свете все видит или он или она смотря кто смотрит до смотрим для партнер для партнерши что домик можно построить ну вот такой вот радужный что тут идет такое замок красивый из песка как в книжке как в сказке вера в будущее что можно начать все сначала давайте смотрим будущее отношения ну конечно да тут с иллюзиями с такими с обманом каждый с вами домики сидит нету будущего отношений крест он перекрывает просто все все это полное завершение это иллюзорное отношение это неправильное отношение это неправильно совет по этому раскладу могу сказать что не будьте в иллюзиях предупрежден значит вооружен если вы выбрали вторую колоду знаете что не стоит сидеть в иллюзиях знаете что ну не ваша да не надо доверяться быть в доверии одно будет доверчивости другое все равно же тут было все тут и лицемерие был тут и не построишь отношения на старом тут и каждый у себя в домике сидит тут и иллюзии тут и луна тут и обман но не тут он будущего то по факту даже если и будет возобновление отношений вот по этой карте вам а ненадолго на какой-то краткий период возобновление будет но опять будут иллюзии луна она не дает таких правдивых ответов да она такая магическая барышня сама себе на уме ну как и женщина собственно луна же она женщина на солнце говорят мужчина мужская энергия но вот здесь вот идет все-таки обращение к религии идет завершение процесса молитесь за новый путь чтобы ваш новый путь не был в такой инфантильности переходим к следующей колоде к монаре колода таро монара что у нас на будущее в отношениях монара те кто выбрал третий вариант сосредоточьтесь давайте посмотрим что у нас тут ждет на чем у нас построены отношения отношения построены на сексуальном влечении на том что мужчина что угодно готов наговорить женщине лишь бы заполучить меня то чего он хочет да и женщина пока к серьезному тут не готова потом захочет серьезного серьезное не получится потому что берегу надо было договариваться ваши ощущения в этом союзе на сегодняшний день все смотрим на сейчас если смотрит женщина сейчас на акверент к женщина хочет чтобы ее содержали да и для мужчины тоже если смотрит мужчин акверент знаете женщину надо содержать и довольно много надо вкладывать в то чтобы обеспечивать эту женщину женщина хочет всего ласки нежности и любви комфортно что было и кружно и кружевного белья и букетов и чтобы капризульки были выполнены ну и в принципе да для женщин женщина хочет быть обласканной чтобы счастье было чтобы вот но тут счастье конечно в материальных вещах у женщины идет это ваше ощущение в этом союзе ощущение партнера или партнерши на сегодняшний день а тут вот по ощущениям партнера ловилась в принципе тут мужчина если женщина дает мужчина берет женщина дает секса договорились что они будут любовью заниматься все тут прям красавчик обманщик лови ласит такой мужчина тусовщик мало того что что угодно наговорил так еще и заполучил все что надо заполучил но в принципе тут я смотрю взаимовыгодные отношения по союзу так как женщина тоже получает какие-то материальные блага таких вот отношений что же произойдет дальше смотрим а тут прямо секс назовисть богам даже вот тут вот соседи сверху сидят слышит слушает и аж даже завидует что там происходит все в стабильном отношении в стабильном состоянии что все хорошо все сексуальные отношения все идут дальше все в принципе складывается благополучно и как вы будете чувствовать себя в этих отношениях давайте посмотрим да хорошо будете чувствовать себя тот и секс и любовь и материальное благо и даже я бы сказал тут отдых хорошие новости мужчина женщина привлекает женщина мужчина тоже для кого бы это не было для что для женщины что для мужчины это какой-то отдых какое-то путешествие за горы за моря за леса ну в общем туда мы на какой-нибудь курорт еще съесть помимо этого как партнер будет чувствовать себя в отношениях тут может возникнуть ревность человек может уже если нету какой-то отдачи на может ревновать что перегибает палку отношениях может следить вот она только моя больше ничья следить за женщиной в соцсетях может негативно относиться собственно да вот тут вот подловила самостоин да особенно когда добился мужчина чего хотел тут могут быть эгоистичные побуждения отношениях что у мужчины что у женщины если перегибание палки пойдет по женской линии то конечно же женщина будет следить за мужчиной чтобы он никуда не делся чтобы больше ни с кем не заигрывал не флиртовал не ловила сил какой тут подоплек до какой тот момент поэтому раскладу прослеживается так как не договорились на берегу а серьезным так как сексуальные отношения мужчина женщине не доверяет потому что знает что она ему взяла тут и сразу отдалась и женщина видит что он ловилась от что он с кем угодно может флиртовать может уйти да и вот эти вот все материальные блага и весь ее такой секс на зависть богам достанется кому-то другому другой вот такая вот ревность пошла у партнера и партнерши итог для вас смотрим итог для вас но итог то благоприятные есть конечно розовые очки в этом плане могут быть и охлаждение в отношениях потому что розовые очки они такие тут космический гори гори моя звезда в принципе в нежном состоянии в таком но мега космические с планы строите сейчас в отношениях итог для партнера давайте посмотрим партнер захочет даже освободиться от вас или просто иметь свободное отношение с вами тут как раз идет ловеласная линия как раз идет слежка ревность тут прямо свободные отношения когда захочу тогда приду птицы вольны как захочу так и буду да это для мужчины но и для женщины тоже если женщина обладает такими характеристиками как свободолюбие такое до ношение через секс да и через материальные блага для женщины тоже такие свободные отношения будут благоприятны даже с ловеласами потому что у нас все-таки материальные блага и будущее в отношениях такой звездная все равно стоит на пути и и давайте смотрим что же у нас будущее в отношениях происходит девятая карта что же по будущим отношениям не должно быть бытовухи один от другого сбежит даже в свободных отношениях один от другого сбежит в общем-то цикл закрылся о серьезном не договорились да вот тут вот только сексуальное влечение вот он круг и прошел круг все пошло по кругу круг завершился к чему она привела к сексу путешествуем тут кафешки рестораны возможно да тут все материальные плюшки ревность свободное отношение много розовых планов и все это разбивается о том что она улетела на обещал вернуться или он улетел на обещал вернуться один из партнеров смотрят ну куда же ты тут потому что начинаете бытовуха как только начинается бытовуха легкомысленный партнер или женщина такая легкомысленный или мужчина у вас начинает избегать серьезности и начинает сбегать просто от этого всего поэтому тут все закономерно кратковременные сексуальные яркие страстные отношения если вы находитесь в каком-то депрессивном состоянии знаете то что эти отношения можно просто использовать свою пользу чтобы отдохнуть повеселиться как следует попутешествовать что-то получить в конце концов от этих отношений особенно для пару мудреных опытом сексуальное влечение а потом свободное спокойное освобождение или с просто свободное отношение можно получить ни к чему абсолютно не привязываясь чтобы пойти дальше и даже о них не вспоминать так ну что благодарю вас за то что смотрели меня ставьте лайк обязательно подписывайтесь в комментариях пишите какую колоду вы выбрали кому нравится как я раскладываю пишите мне на личные расклады или на обучение таро если тоже хотите этим заниматься и вам тоже интересно ну что благодарю вас желаю вам отличного дня хорошего настроения и конечно же благоприятного будущего ваших отношениях